Всем привет, с вами Илья Карифан. Сегодня у нас очень интересный тур будет по лечебно-оздоровительному центру под названием AltaMedics, который находится в центре Калифорнии, в Сакрамент. Знаете что, мне это напоминает мое детство, садик. Что-то похоже, вкусное, настоящее. Ну я не видела, чтобы такой доброты и уважения, как в этом AltaMedics. Нехай Бог вам воздаст во сто крат. Дуже-дуже хорошее отношение. И люди, и встречают, и кормят, и медицина. Ну, мне не так, чтобы мне понравилось. Все очень нравится. Ну, вы такие все интеллигенции, я собрала здесь. Дуже часто бывают борщи. Люди дуже любят украинский борщ червоный. Приходите. У нас очень весело. Мы всегда рады. И всегда вы получите здесь заряд бодрости. Сергей Иванов, директор программы. Доброе утро. Доброе утро, добрый день. Скажите, как ваше мероприятие вообще чудесно. По этому, по видео, которое мы записали, я в восторге. Я хочу сюда попасть, когда я состарюсь. Тут состарился мой дедушка. Он здесь прожил без пяти сто лет. И здесь он был рад, доволен, он был востребован. Применял свои знания, таланты. И он был просто счастлив здесь. И сейчас я прошел, познакомился с огромным количеством пожилых людей, и не только, которые здесь чувствуют себя прекрасно. Вот именно так, да. И для тех из вас, которые думают о том, что у вас есть дома ваши родители, и у вас нет времени для того, чтобы заниматься с ними, потому что вы каждый день должны идти на работу, в колледж и так далее, то это прекрасное место, где о ваших родителях позаботиться, где им будут оказаны медицинские услуги, социальные и обилие другого общения, питания и так далее. Это как раз то место, которое может стать для ваших родителей тем самым местом, где они могут провести день, где за ними будет смотреть. Очень часто бывает такое, что людям старшего возраста какое-то изменение в состоянии здоровья, что-то ухудшается, что-то стало плохо, какие-то новые симптомы появляются. Назначить оппонентных врачу нужно иногда ждать 2-3 месяца, пока они увидят врача. Те наши посетители, они приезжают сюда, наш медперсонал, наши медсестры, они сразу узнают об этом и сразу передадут эту информацию вашему лечащему врачу. Это будет, буквально мы говорим о том же, в тот же самый день или на следующий день, то есть это совершенно другой уровень медицинского обслуживания. Если у вас есть пожилые родители или дедушка и бабушка, которые просто сидят дома и они хотят общения, хотят социального общения или такого лечения, которое мы здесь видели, это грех сюда не попасть. Просто из своего личного опыта, друзья. Приходите сюда, интересуйтесь, как узнать, вы можете позвонить по телефону, который у вас здесь в экране. Также в описании я его скину. Узнавайте, уточняйте, это реферальная программа через лечащего врача, через вашу страховку. Я так понимаю, что люди с кармана ничего не платят здесь. Да, абсолютно. Приходите в Altamedics. Altamedics это место, где старость в радость. Абсолютно, какая классная фраза. Итак, мы видим, приехали люди в Altamedics. Их встречает команда, welcoming команда. Добро пожаловать в Altamedics. Как вас зовут? Галина. Галина, как вы давно здесь уже? Как давно вы сюда ходите? Да, давно уже, уже больше 10 лет. Вам нравится? Ну, конечно. А че ж не нравится? Ну, добро пожаловать вас встречать. Посмотрите, какая радость. Меня везут, идут, встречают. Это же радость. Это великолепно, с такими улыбками. Добро пожаловать, надеюсь, вам понравится. Как все здесь заботливо, как здесь все приятно. Как давно вы тут? В Altamedics. А, 7 лет. Вам подобается? Очень даже. Я бы тут и спала. Как можно. Ну, с любовью стреляют, с любовью вы провожают. Ну, я не бачила, чтоб такой доброты и уважения, как в этом Altamedics. Что мы здесь видим? Какой профессиональный мост? Кран? Кран, да. Бил, пробил чай. То есть, все продумано. Вы с такой улыбкой приезжаете в Altamedics? Да. Вам так нравится? Нравится. А что здесь вас сюда притягивает? Общение. Общение. Это очень важно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Валентина. Как давно вы ходите в Altamedics? Сегодня второй раз. Дуже хорошо. Дуже нравится. Мы благодарим Господа и вас, что вы так обслуживаете нас. Нехай Бог вам воздасть во сто крат. Дуже, дуже хорошее отношение. И я очень рада. И с мужем приехали. И мы рады. И слава Богу. Нехай Бог благословит вас. Рясно все. А где вы приехали? Мы приехали из Украины. Как давно? Чотири лет назад. А из какого места? Из Черкасьской области. И вы тут уже другий день тут? Так, так. Уже другий день тут. Автобусы один за другим прибывают и прибывают в Altamedics. И мы здесь познакомились с Любой. Любой, как давно вы здесь находитесь? Общение в Америке 30 лет. Вау. Звідки вы приехали? Из Украины. Какое место? Из Ковеля. Ковель. У вас такая хорошая украинская мова. 30 лет. И как давно вы в Altamedics? Около 15 лет. Как вам здесь понравится? Очень, очень понравится. И а что? Все. Все. И люди. И встречают. И кормят. И медицина. Ну, мне не мало такого, что мне понравилось. Все очень понравится. Скажите, я знаю, что вы застали моего дедушку тут. Обязательно. Костя. Там мой любимый брат был. Мы ездили в автобус. Мы так ценили им. Такой был хороший брат. Очень хороший. Ну, Бог забрал его. И не за даром и жену забрал. Да, да, да. Дедушка сейчас в лучшем месте. Лучше, дедушка. Ну, здесь он был очень счастлив. Он здесь сюда... Он был очень... Он чувствовал себя нужным. Когда он приезжал сюда, у него была аудитория, которую он проповедовал. Рассказывал загадки. Дедушка такой интеллигентный человек был. И он нам это всегда делал. И здесь он чувствовал себя как в своей тарелке. Да. Здравствуйте. Вас зовут Нила? Здравствуйте. Да. Мила? Меня зовут Нила. О, как хорошо. С видишь вы из Украины? Ну, я из Житомира. А, как давно вы працюете тут? Я працюю уже 16 лет. И вы в ресепшн-деск? Мы встречаем наших любимых партиципентов. Мы называем их наши бабушки и дедушки. Партиципенты по-русски участники этого резорта, я бы сказал. Да, наши, которые приезжают до нас. То есть вы узнаете всех в лицо? Так, все знаем по имени, называем. Всех приветствуем, всех, кто до нас приходит. Я думаю, что всем очень нравится, когда они приезжают в наш центр. Мы их встречаем. Когда они приезжают, они сразу идут к медсестерам. Потом мы даем им завтрак, очень добрый, горячий чай. Все, что нужно на завтрак. Оформление документов здесь все. Ирочка всех оформляет. Мы возим также в парк летом. Вау! Да. Потом у нас всегда дни рождения мы проводим. Теперь после COVID-19 мы один раз выезжаем в магазин. На одной неделе мы едем в продуктовый магазин. На другую неделю мы стараемся поехать в магазин, как в Бурлинтон. Вау! Мы им даем history-физикал форму, чтобы доктор должен заполнить эту форму для нас. Мы им рассказываем, показываем центр, даем им тур. Мы називаем так, рассказываем, что мы тут делаем. И всем понравится, кто приезжает. Так что мы приглашаем. Всех, кто еще про нас не знает, будь ласка, приезжайте. Мы все расскажем, покажем вам. И мы можем привезти в гости на один день, послать наш автобус, чтобы вы приехали со всеми людьми. И побудьте у нас один день, побачите, как все проходит. Дуже гарно. Вообще классно. А это у нас большой зал, в котором проходят большие такие мероприятия, где собираются люди. Проходит библейский час, поздравления именинников и другие мероприятия. Так, печатки. Если это так было, если это так случалось, это было это место для того, чтобы Христос когда туда придет и там совершить это чудо. Дамы и господа, мы находимся на большом собрании Альта Медикс, где проходит богослужение ежедневно. И сегодня с пастором Николаем Бугарьевым проводят собрание, служение. Да, служение. Скажите, дорогие друзья, насколько вам здесь нравится Альта Медикс вообще? Как вам нравится Альта Медикс? Все говорят, поднимите руку, если вам нравится. Поднимите руку, если вам не нравится. Ни одной руки. Николай, скажите, что люди здесь делают на этом собрании? Они участвуют, это час активности, они рассказывают стихотворения, они поют, они слушают проповедь, они участвуют в проповеди, они участвуют в служении. То есть они проявляют свою ревность служить Богу, они молятся, они благодарят за молитвы и им очень нравится это духовное возрастание. Потому что они чувствуют, что о них заботится Господь духовно. Кто хочет сказать несколько слов, как вам здесь живется, вы как давно в Альта Медикс? Я уже 10 лет как хожу, мне очень нравится. Это общение имеет очень большое значение в старости, очень. И я благословляю и государству, и вот это заведение, и всех нас здесь, что мы можем в таком общении иметь встречу для прославления Бога. Как вас зовут? Александра. Александра, очень классно, спасибо. Добро пожаловать в кухню. Здравствуйте. Вас зовут Валя. Валя, вы повар в Альта Медикс. Что вы тут вырубляете? Сегодня, сейчас накладываю на тот же час яблочки печеные. Скажите, пожалуйста, наши люди, они любят... Какая у вас пища вообще в Альта Медикс? Наши люди любят кашу с ранку. Они уже сегодня поснедали. Чай горячий, что был, молочко. И яблочки давали печеные. Еще омлет сегодня был. О, класс. Ну, скажите, у нас пища такая, как дома была, на родине такая. Да, овсянка, каши особенно. Каши, сухие, тоже хорошие. И бывают у нас украинские борщи, бывают? Дуже часто бывают борщи. Люди дуже любят украинский борщ, червяный. В общем, насколько мы понимаем, пища как дома. Как будто вы не уезжали. То есть, есть стереотипы в Америке, там, американские Макдональдсы. Нет, здесь лучше, здесь как дома. Тем более, с любовью сделана Валя и ваши друзья, ваши помощники. Кто является поваром этой всей красоты? Леночка наша. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Это правда, что вы уже больше 23 лет кормите AltaMedics пациентов? Да, и при том с большой радостью. Это не только центр, где обслуживают наших дорогих гостей, наших дорогих, можно сказать, друзей. Потому что за сколько лет они уже как семья, они, внуки, которые ушли, мы за ними плачем, как за мамой, за папой. Потому что это года, это опыт, это близкие люди. Скажите, что люди, вот что посетители AltaMedics любят больше всего? Какой продукт, какое блюдо? Ну, борщи. В Украине самое первое, это борщи. Хлоу любят, ватрушки, домашний хлеб. Мы просто вот так выносим с духовки, горячий, и прямо к столу сюда. Это аромат такой, это сразу настроение, это сразу вспоминается, как когда-то в печке выпекался вот этот наш хлеб. Слушай, это вот это он, да? Это он. А покажите, вот какая красота. И я вижу, сколько плова. А вы подсчитывали, сколько паундов или литров вы сделали за свой стол? Здесь порции. Порции на каждого человека и порции общие, как сколько всего паундов должно соответствовать. Вот допустим, ну котлеты их можно посчитать. А вот когда на развес, это все равно емкость такая, там в ходе сколько, какой вес, и это все считается. Это все калории, это все диета. Во-первых, это все то, что любят люди. В первую очередь. То, что диета, она диета, но ее можно по-разному приготовить. А наша еда просто обожает. Абсолютно правда. То есть чувствуешь себя в санатории каком-то. И с такой любовью, с такой улыбкой все насыпаются, развозятся, сделаны. Я прям это чувствую. Спасибо. Скажите, Елена, вы называетесь Bon Appetit Catering, да? Bon Appetit Catering. И мы в основном стараемся сделать еду, которая вот сюда, ну там на заказ, это такое. А главное, что мы всю душу влаживаем для этого центра. Много лет. 23 года. Друзья, смотрите, это настоящий компот. Да, вишневый. Вишневый компот. Это не кока-кола, что вы думаете, кормят здесь. Здесь прекрасно. И чай есть. Да, и чай, и салат уже. Смотри, свеженький, свеженький. Дуже вкусный. И привезли обед? Да. О, так вы нанимаете специальный профессиональный кейтеринг? Нам готовят, и вот наши водители, старшие. Приветствую. А что же вам привезли? А какая фирма вам возит кейтеринг? Цитрус Плаза. Так это же лучшее. Цитрус Плаза. Ребята, вы знаете, что Цитрус Плаза кормит больше 10 тысяч людей в месяц? И вот эти ребята, мне на каждый день рождения, свадьбы, праздник, я их вижу всегда. Они очень самые вкусные. Если Цитрус Плаза здесь кормит наших старичков, знайте, что они хороших рук. Как это все вкусно. Да, да, и пюре вот у нас такое есть. Яблочное? Да, да. Знаете, что мне это напоминает мое детство, садик. Что-то похожее, вкусное, настоящее. Как долго вы в Альфа-Медикс? Я ходила в Альфа-Медикс около 8 лет. Найс. Как ты любишь это здесь? Я люблю это здесь. Они очень хороши для меня. Реально? Они хороши для меня. Скажи мне какие-то элементы, которые вы очень любите. Ну, я люблю играть бинго. Это весело. И я люблю играть доминос. Как вас кормят? Очень вкусно. Спасибо. 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 Друзья, кормят здесь как в лучших санаториях, в оздоровительных центрах. И это все, все включено. Все Альфа-Медикс предоставляет. Самое вкусное, самое полезное, самое классное. И, ну, the best. The best feeling. Всем привет. Меня зовут Леся. Я Register Nurse, медсестра закладу Альфа-Медикс. Леся, прямо как Леся-Украинка. Так, Леся-Украинка. А звідки вы приехали? С Киева. О, очень хорошо. Вы являетесь медсестрой. И скажите, пожалуйста, что вы делаете для пациентов? В нашем медицинском закладе мы проводим широкий спектр медицинских послуг для наших пациентов. В зависимости от состояния здоровья, от ваших медицинских проблем. Мы вимиряем артериальный тиск, проверяем рівень цукру в крови, надаем кисневую терапию при потребе. Мы общаемся с вашим семейным лекарем. Также мы следуем, если вы правильно принимаете свои медицинские препараты. И мы проводим очень много медицинских классов для наших пациентов, чтобы вы знали, как правильно следовать за вашим здоровьем. Очень хорошо. Не хворите. Не хворите, очень хорошо. Леся, скажите, пожалуйста, у вас есть еще медицинские работники? Так, мы имеем 4 медицинских сестры. Я вас познайомлю еще одной. Будь ласка, будь ласка. Такая хорошая украинская мова, мне надо выучить ее. Так, так. Хотя из Украины, но очень плохой знак. А сколько вы в Марице прожили? 22 лет. 22 лет? Так, все, мы тут имеем Люту. Здравствуйте, Люда. Здравствуйте, здравствуйте. А откуда вы приехали? А, по народной мове. Мы приехали из Белоруссии. Из Белоруссии. То есть у нас тут интернациональный такой инцентр, и белорусы, и украинцы, и русские. Скажите, вы тоже медицинская? Медицинская, да. А скажите, разве нужно столько много работников здесь медицинских, чтобы обслуживать? Вы знаете, когда дело касается здоровья и продолжительности жизни, чем больше медицинских услуг, работников и профессионалов вокруг, тем лучше. Тем более в нашем центре оздоровительном много наших бабушек, дедушек, которые с удовольствием ездят, ходят сюда, посещают нас. И мы вокруг них, как пчелки вокруг улев. Это видно и заметно. Да, мы начинаем день наш с того, что мы улыбаемся, что мы меряем им давление, они с удовольствием едут, они с удовольствием несут свои руки нам, свои здоровья, улыбки. Сегодня мы измеряем сахар больным диабетикам и много всяких разных медицинских услуг в нашем центре мы оказываем. Если вдруг что-то случается, такое, из ряда вон выходящее со здоровьем, мы обязательно сразу звоним 911, вызываем профессионалов и оказываем тут же медицинскую скорую помощь. А случались уже случаи? Бывает, да, конечно, потому что у нас наши посетители в возрасте, в этом возрасте иногда случаются некоторые медицинские случаи. Поэтому бывают, но скорая помощь оказывается всегда вовремя. Здорово. Ну, приятно видеть профессионалов, улыбающихся, которым не страшно идти. Если наши пожилые люди, родители переживают, как объясниться доктору-американцу, здесь можно объясниться медсестрам, медицинским работникам, что у них болит, какие у них переживания. Все на родном языке и как детям. Все на родном языке, и если вдруг что-то нужно, связаться с доктором, это мы тоже делаем. Как только возникают какие-то вопросы у наших бабушек, дедушек, касаемо их личным доктором, мы можем связаться, задать вопросы, получить ответы и им донести. Прекрасно. Добро пожаловать в офис Social Work Department. С нами Татьяна и Елена. И Елена. Скажите в нескольких словах, что вы делаете для ваших гостей-партисипанцев. Мы делаем много работы, встречаем их. Если есть какие-то у них внутренние проблемы, то особенно у людей, если есть депрессион или, например, потеряли супруга, то мы садимся с ними, разговариваем, помогаем им разобраться в себе, даже как бы утешение несем. Также бумажная работа, они приходят с письмами к нам и с разными формами. Мы помогаем разобраться, переводим им, делаем докторские аппоитменты. То есть все, что они не понимают на английском языке, вы берете на себя эту работу? Да. Как это, насколько это помощь большая? Да. Спасибо. Елена, Татьяна, вы тоже, я знаю, что у вас 4 работника на эту тему, вы одна из них. С какими самыми часто проблемами приходит наш пациент, партиципент? Они просто хотят, чтобы их заметили. Вот это, наверное, внимание для них самое дорогое. Мы с ними общаемся, мы с ними разговариваем, какие у них есть проблемы. Мы стараемся вынести это, чтобы они говорили об этом, об их проблемах, и этим мы помогаем их как-то их решить даже. Итак, друзья, мы находимся в Крафтс-комнате рукоделия. Как вас зовут? Валентина. Валентина, скажите, мне сказали, что вот это творчество здесь много из чего, это ваше. Да. Скажите, вы художница, давно делать эти вещи? Ну, я вообще-то учитель труда. Вау. Я работала, когда жила в Запорожье, я работала в областном детском приюте, 15 лет, учителем труда. И с детьми занималась этим, всякие поделки делалась. И до сих пор вы производите вот такую красоту? До сих пор провожу, да. Расскажите в двух словах, из чего это все сделано? Основание сделано надутый шар, обмотанный нитками, смазан сверху клеем ПВА и должно высохнуть сутки. Потом шарик нужно сдуть, вытащить его, вырезать серединку, получается как дупло. В середину вложить или мох, или нитки, или порезанные тоненько бумагу, или травку можно выложить. Ну а сверху обклеить клеем, горячим клеем, птичек сделаем тоже с бумаги. Великолепно. Вот эта вот форма, я удивился, как вы ее сделали. Что вы посоветуете людям, которые смотрят это видео и тоже задумываются, прийти ли им в Альтомедикс, не приходить? Приходить, конечно, приходить. Здесь очень хорошо, очень интересно, общение хорошее здесь. Можно подлечиться, можно подучить английский язык здесь. Да, и хорошее, также духовное здесь собрание проходит, очень хорошее. Так что, пожалуйста, приходите и займитесь творчеством. Добро пожаловать в Альтомедикс, если из вас прет творчество, художество. Вот для вас есть целая комната, комната художества, арт-скул. Доброе утро, дядь и джеллендеры. Я так понимаю, здесь английский класс? Как вам дается английский? Хорошо. Кто здесь самый недавно в Америке живет? Меньше чем пять лет. Есть такие свежие эмигранты? И как вам дается... Как вас зовут? Галина. Откуда вы приехали? В Украину. Какой город? Киев, Винница. Вау, я смотрю, что у вас английский хорошо получается. Да, отзубок отскакивает. Вот стереотип такой, люди в возрасте, там за 40 уже тяжело пристают английские слова, вообще интернациональные слова. У вас тут люди, ну, почти всем за 40, да, уже? Да, да. Как? Спасибо. Как вам? Случится никогда не поздно. Никогда не поздно, мне нравится такой оптимизм. А как, вот, как дается ли язык? Дается, очень дается. И наоборот, даже рекомендуют, чтобы люди уже за 40, за 50, это наоборот стимулирует память, наоборот стимулирует нюротрансмиттеры. Вот, и поэтому все молодцы. Если у вас было слишком много активности за день, вы можете зайти в комнату отдыха и отдохнуть, вздремнуть, поспать. Здесь выключается свет, и люди чувствуют себя спокойно, как дома. Здесь у нас Дакьярд. Дакьярд. Партистикенты вот выходят здесь, дышат свежим воздухом, репетируют песни, которые в Сауме петь будут. И, в общем, здесь у нас уютно, красиво вот отдыхают. Вас зовут Люба. Люба. Я понял, что вот эти вот розы, цветы, это ваше творчество. Здесь вы проявляетесь в свою красоту. Я поливаю, ухаживаю, удобряю на радость нашим партистикентам. Да, конечно. Это у нас. Как вас зовут? Галя. Галина. Как давно вы в Вальта Медиксен? Ну, наверное, уже 8 или 10 год хожу. Я уже не помню ничего. А как вам здесь нравится? Очень даже. А что именно? Какие моменты? Все обслуговывающие очень такие приятные. И так красиво до нас относятся. Хорошо кормят, поправляем. И ездят отдыхать. Тоже хорошо. Я очень люблю дома. Нету тех цветов, потому что я в опарминке живу. А здесь я посмотрю и радуюсь. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Скажите, как давно вы в Вальта Медикс? 15-й год, 16-й где-то. Вау. Да. Какое ощущение здесь? Ощущение хорошее. Иду сюда пообщаться с людьми. Здесь бинго. Здесь зарядочку. Завтрак и обеды, конечно, нас это очень устраивает. Меня особенно устраивает. Очень хорошо. Люди хорошие. Обслуживающий персонал хороший все. Нилочка передний план. В смысле, впереди алтамедикса. Знаете, Нила, которая впереди. Встречается. Встречается. Любочка, которая гостей разводит, тоже очень-очень хорошая. Доктор у нас хороший очень. То есть, а другим пожилым людям это хорошее предложение? Да, хорошее, хорошее. Очень. Они ходят сюда, видите, вот они. Не успеешь пообщаться, а уже полдня прошло, как бы. Понимаете? А так дома в четырех стенах тоже, хотя есть по уходу. Есть дети, внуки у меня очень хорошие. Мы общаемся. Но, конечно, здесь надо для развития немножко, как бы. И духовно у нас пастор приходит, Николай Алексеевич. И Михаил Андреевский. И Бугреев у нас очень хорошие пастора. Нам читают проповедники. Библию нам рассказывают все эти. Про Бога. Мне тоже интересно. Я рассказываю стихи. Иногда читаю стихи здесь. Вот мне нравится. Ну, вот так вот. Валентина, а вы помните Константин Давидович здесь был? Это мой дедушка. Бондарь? Константин Давидович Панамарь. Константин Давидович. Да, да, я помню. Он мне книжечку давал. Такой очень хороший человек. Такой чистый всегда, интеллигентный, образованный. Такой мне очень он нравился. Он давал книжечку, о нем было написано. Он с 26 года рождения. Как он за веру страдал, как он из села, село перебирался. И он все время страдал за веру, за веру. У него много дочиней, они приезжали. Одна из них моя мама. Да, да, да. В общем, про моего дедушку есть отдельное видео. Если вам интересно увидеть, услышать, посмотрите в описании. Вот это мой дедушка, который прошел здесь много лет в Altamedics. Вы здесь очень долго уже? Да, очень долго. А как вас зовут? Надежда. Надежда. Как вам подобается тут? Конечно, я себе не подобала. Не ходила так долго. Вам нравится? Тоже нравится. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай. Как давно вы в Altamedics? 17 лет. 17 лет. Вам нравится здесь? О, очень. Без него вообще мне как-то жить тяжеловато. Теперь уже старость пришла. Но здесь вот и кушать, и играть. Так, что вы готовы делать здесь? Бейнго. 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 Это ваш любимый игрок здесь? Да. Хорошо. Ты хорошо? Да. Конечно. Очень хороший вопрос. Вам нравится? А вы по-английски сейчас разговариваете доброе? Не дуже доброе. Как вас зовут? Евгений. Евгений, как давно вы в Altamedics? 23 лет. Класс. Ну, вы такие все интеллигенции, я собрала здесь. Элита интеллигентов. Хорошо, начинаем игру. And remember, be happy. Будьте счастливы, да? Насколько я понимаю, это самая интеллигентная, интеллектуальная игра, которая происходит каждый день для всех участников в Altamedics. Да. Кто-то играет бинго, кто-то играет шапку. Кто-то на английском. Кто-то на английском. Кто-то на вязании. Кто-то на вязании, кто-то в комнатке отдыха. Кто-то на массаже, кто-то у доктора. Ну, то есть тут происходит целый такой улик. У нас в больших четыре зала, и во всех залах, как видите, проходят какие-то мероприятия. Это у нас завтраки, обеды. Расписание. Они приходят сюда расписание. То есть на каждый день у вас уже все прописано. Обед 12-30, начинается через полчаса. Breakfast. Это... А, на английском и на русском, я понял. Здесь уже вторая смена. А вторая смена, которая сейчас уже пошла. То есть до двух тридцати, да, они здесь. Итак, друзья, посмотрите на этот кадр. Я сейчас официально нахожусь на массажном кровати. И массаж делает профессиональный массажист Фира, или Есфирь. И ощущение... Ну, я просто на каком-то резорте, на каком-то санатории. Помните, кто был в санаториях? Вот примерно подобная картина. Фира, скажите, кто может получать такие массажи, и как их получать? В этом центре, Альтамедикс. Ну, в Альтамедиксе, во-первых, у нас есть доктор, который назначает массажи. Но самое интересное, что массажи, слава богу, помогают всем. И все очень довольны. Особенно я. Великолепное ощущение, такой релакс. Этот центр, он, во-первых, не только для пожилых людей. То есть, теоретически, это 18-пласс. Для взрослых людей, у которых есть нужда в этом, и, конечно же, большинство из наших посетителей, это люди старшего возраста. Некоторые могут переживать, что за все это нужно что-то платить. Дело в том, что в этом замечательном штате так устроены, что подобные сервисы, они оплачиваются медицинской страховкой медикал. Медикальные планы, такие как Антон Блокросс, Халтнет, Малина, Кайзер и другие, они оплачивают это полностью. Те, кто заинтересованы, они всегда могут начать с того, чтобы приехать к нам на тур, посмотреть центр, заинтересоваться. Если они хотят стать участниками этой программы, все начинается с направления от лечащего врача. Если какие-то в этом есть проблемы, то наши социальные работники могут помочь в процессе оформления к нам. Обычно начинается с того, что люди дают нам знать, я такой-то, такой-то хочу начать к вам ходить. И мы подключаем людей, они помогают в том, чтобы устроиться и стать нашими постоянными партиципантами, участниками этой программы. И когда они становятся ими, многие люди продолжают сюда ходить и ходят годами. Я работаю здесь уже больше 21 года. И есть здесь сейчас люди, которые, когда я начал здесь работать, они здесь были как наши пациенты, как наши партиципаты. И они до сих пор к нам сюда ходят, как в свой родной дом. Да, да, тут некоторые люди даже говорят, они бы здесь жили, если бы такая была возможность. Но на сегодняшний момент я отношу, это такой резорт или лагерь, санаторий дневного типа. Приезжают вас, привозят автобус, выгружают, кормят, с вами занимаются, лечат и отвозят домой. Там все включено. Это даже можно подумать, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это все есть. В описании будут подробности, как сюда попасть. Если вы заинтересованы ваших старичков, ваших дедушек, бабушек сюда направить, перешлите это видео им, чтобы они узнали, увидели, как это на самом деле, как можно составиться в Калифорнии, в Сакраменто, здесь, в столице, в городе добра. Люди настолько добрые, настолько счастливые, просто это стоит пережить. И если вы хотите просто для экспериментов привезти ваших родителей, за ними даже приедет автобус, на один день просто побыть в этом лагере, ощутить себя. Для вас ли это, не для вас, абсолютно будет факт. Спасибо, Сергей, спасибо, Альтамедикс. Мы вам всем желаем здоровья, процветания и такого позитива, который я здесь ощутил. Добро пожаловать в Альтамедикс. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова